Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня видео парфюмерия. У меня будет сегодня новый аромат. Пополню я свою коллекцию в Испании. Как помните, у меня есть парфюмерия в России, в Петербурге. У меня есть парфюмерия в Финляндии. И теперь уже в Испании. И пополнилась на один аромат. Точнее, на данный момент я вам покажу еще один. И хотела бы с вами поговорить о брендах, люксовых брендах. Так, помните, у меня не вся коллекция представлена. Нет у меня каждого бренда по аромату, допустим. Я вам даже сегодня хочу рассказать, каких у меня брендов нет. Вообще, в принципе, ни в одном доме. И как бы я хотела пополнить свою коллекцию, я буду просить у вас совета попробовать те или иные ароматы. Очень хочу их потестировать и потом подумать, что же я хочу добавить в свою коллекцию. А мне хочется, да, каждого бренда иметь по аромату. Так, девчонки, еще. Все, всю свою парфюмерию я приобретала, ну практически все, на сайте парфюмерии и косметики Рандеву. На Рандеву продолжается весенняя распродажа. Скидки до 50%, на аромабоксы до 40%. И не забывайте про мой промокод 10ИАЛИНА, который дает дополнительные 10% и суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Все ссылочки я вам оставлю в описании. Первое. У меня нет ароматов Хлои. Ни одного аромата Хлои у меня нет. Как так получилось? А даже не знаю. У меня была классическая версия Хлои, мне она не понравилась, она мылила, я от нее избавилась, ну и все. Да, от многих ароматов, которые мне не подходят, либо я их кое-как заканчиваю, либо кому-то отдаю, либо я их продавала. И, в общем-то, у каждого своя судьба. Но так бывает. Это нормально, что мне какие-то ароматы не нравятся, вам какие-то не нравятся. И поэтому много парфюмерии на любой вкус. Кошелек, в принципе, во всех магазинах продается. Если бы мы все любили одинаковое, то, наверное, достаточно было несколько ароматов и все. Так, ну если на сами вкусы сходятся, прекрасно, нет, тоже хорошо. Потому что я хотя бы понимаю, что мне нравится, что мне не нравится. Так, Булгари. Булгари у меня тоже нет вообще. И я думаю, что надо это тоже исправить, этот косячок. Был у меня Булгари, ой, боже мой, Галде, Омния Кристаллина у меня была, такая холодненькая. И, по-моему, нет, Нуар была Булгари. Что-то вот как-то тоже я не сошлась с Булгарием. И подскажите мне, пожалуйста, может, как... И вот я хочу иметь реально от каждого бренда по какому-то аромату. Я уверена, что в каждом бренде я могу найти то, что мне понравится. Посоветуйте мне в Хлое, что потестировать. Посоветуйте, что мне потестировать в Булгари. Так, у меня нет Эрмесов. Ни одного Эрмеса. Вот на данный момент, как я показываю вам ароматы. Потому что у меня с собой привезены ароматы. Да, какие-нибудь бренды у меня пополнятся. Но пока показываю, что у меня этого нет. И вы мне подскажите, пожалуйста, что бы еще такое... Что можно из Эрмесов потестировать, что бы мне понравилось. Так, Герлен. Герлен. Я так вспоминала, думаю, у меня же его нет. Но здесь есть Монгерлен у меня Интенс, который мне не очень нравится. Все остальное не знаю. Но я хочу что-нибудь еще из Монгерленов. Не Монгерленов, пардон. Из вообще, в принципе, Герленов. Так, Диор. Вы писали мне недавно, и Алина, у тебя нет Диора. Нет, у меня теперь есть Диор. Я вам покажу его чуть позже. Но вообще, да, у меня Диоры давно не было. И поговорим еще о Диорах. Так, вспоминаю, у меня нет Монталий. Байредо на данный момент у меня нет. Посоветуйте, что бы потестировать. А я хочу Байредо. Хочу обновить себе Байредо. А Маше у меня нет. Ну, это я уже в нишу ухожу. Но я такую вот люксовую нишу, которая, в принципе, у нас такая базовая стандартная. Кельвин Кляйн, кстати. У меня нет ни одного аромата. У меня раньше была Эйфория. И все. На этом все, по-моему. Какая-то еще была такая квадратненькая. Забыла название. Мне не понравилось. Но лучше хочу Кельвин Кляйн попробовать. Девочки, а вот вспомните, кстати, чего у меня еще нет. Кто меня давно смотрит, напишите мне, пожалуйста. Потому что у меня все остальное под вопросом. Это я вот такие классический люкс. Или напишите мне какой-нибудь комментарий, в котором будет указано вообще еще какие-то бренды, которые вы не помните, чтобы у меня были. И спросите, Алина, у тебя это есть? И я вспомню, есть у меня это где-нибудь в каком-нибудь доме или нет. Вообще, я хочу в каждом доме иметь по аромату каждого бренда. Вот так вот. Я для себя решила, что я хочу, чтобы у меня так было. Так что, но это не будет повторяться ароматы, конечно, потому что я хочу разные. Это нормально. Вот. И давайте сейчас я перейду к теме. У меня пополнилась моя коллекция парфюмерию на один аромат, который называется, ну, конечно, Диор. И какой это аромат? Ну, на весну, такой ближе к лету, чего я захотела. Это называется Miss Dior Blooming Bouquet. Вот такой красавчик, 50 миллилитров. Вот это красотища. Помните, у меня этот аромат был когда-то, ну, не так давно был. Был, но он уже был такой. У меня был тестер, измученный, замученный. И, в общем-то, вот. И теперь у меня вот такие 50 роскошные миллилитров. Так, это новодел, как бы, как назовем новодел? Я не знаю, как правильно назвать. Это аромат 23-го года. Девочки, помните, я говорила про переформулировки? Ароматы, да, имеют переформулировки. В плане, что либо что-то добавляют, либо что-то убирают, делают нежнее, слабше или ярче. Но чаще слабше. В основном ароматы. И да, он имел такую переформулировку. Он, по-моему, аромат вообще, на самом деле, 14-го года, насколько я помню, если не ошибаюсь. 13-14 год был выпущен. И потом, сколько у них было переформулировок, понятия не имею. Но вот такая вот красота. Значит, что хочу сказать. Если вы хотите приобрести легкий аромат, и вы его знаете, берите сразу 50 мл. Потому что если он свежий, легкий, такой вот воздушный, быстро 30-кой стратится. Я уже поняла, что вот если у меня где-то вот сладкий аромат, я беру 30 мл. Ну, больше не хочу, потому что много парфюмерии. Хочется всем попользоваться. А сильно большие флаконы я не люблю и неудобно носить. И с собой сумки я имею в виду. И можно все перепробовать, когда ты берешь небольшие флакончики. Если же это легкий аромат, я предпочитаю брать 50 мл. Потому что он быстрее тратится. Эта сладка просто выльется, как не себя. Так, сейчас покажу вам флакончик. Вот такой красавчик. Видите, у него сейчас такой бантик серебристый. Видите, и он мягкий. Раньше, по-моему, он был серебристый, но из пластмассы тоже. Ну, по крайней мере, у меня такой бантик был. У меня был большой флакон. Так, здесь у меня 50 мл. Вся эта красота приобретена на рандеву. Я оставлю вам ссылочку в описании. Так, и он не может... Ой! Очень знакомый, но что-то поменялось. Сейчас я брызну его себе на руку. Ой, какие цитрусы. Слушайте, ну всегда это был такой, знаете, мандариново-апельсиново-грейпфрутовый аромат. Старт. Тоже в середине были. Что, вспоминаю? Пионы были. Абрикосы. Персики. Это все осталось в таком нежном варианте. Слушайте, ну он очень похож. Ну, как будто больше персика, что ли. Мускус всегда тонкий и красивый, звонкий, такой мягкий-мягкий. Красивый мускус. Мужка красиво звучит. Ну, осталось посмотреть еще стойкость. Сейчас еще раз нанесу побольше. Расскажу вам по стойкости. Раньше он был не сильно стойкий, но такой тонкий, шлейфовый, на жаре красиво играл. Таким холодинкой такой, да, вот этими, наверное, что-то мандариново-бергамотовое такое вот. И он как будто чуть нежнее, мягче стал. Знаете, был такой прохладный какой-то аромат. Весь такой нежный, но прохладный. Сейчас как будто больше абрикосика, что ли. Так, что еще здесь есть? Пион, роза. Я не помню, какая именно роза, но это не была такая чайная роза. Это была какая-то такая дорогая роза, потому что прям шикарно звучал. Но это туалетная водичка у меня, естественно, по-моему. Других версий вообще не бывает, в принципе. Но расскажу. Пока звучит красиво. Немножко мускусно. В общем-то, очень красиво. Я не могу сказать, что я на первый взгляд слышу отличия. Потому что, что в том, что в этом была розочка. Она слышна, такая легкая, нежная. Слушайте, ну. Я не увидела разницы, хотя у них реально была переформулировка в 2023 году. Поэтому я ожидала услышать, что это будет что-то другое. Что-то, не знаю. Честно, я не почувствовала разницы. Я помню аромат. Но насколько у меня нет, конечно, двух лаконов сравнить. Но, в принципе, он похож. Возможно, немножко другой. Это то же самое, если мы возьмем тендер Шанель. И, например, сравним Шанель Тендер. Туалетная вода и парфюмерная. Меня много раз спрашивали, а чем отличается розовенький. Помните аромат, который у меня есть? Я пополнила себе коллекцию на тендер. Тоже такого розового цвета. Очень красивый. И вот как раз в Шанель Шасс Тендер, если это туалетная вода, то там добавлена айва. А если это парфюмерная вода, добавили розочку. Чуть-чуть различили. Но, мне кажется, в парфюмерной воде там та же айва и плюс розочка. Поэтому чуть-чуть насыщеннее звучит. Чуть более густо, ярко и стойко. Но я заметила, парфюмерные воды сидят глухо к коже. Чаще всего, к сожалению, они такие густые и очень плотные. А туалетные воды, они хоть и легкие, вроде бы считаются такие воздушные, но при этом они настолько звонкие, они красиво звучат. Красивый фанит шлейф. Всегда. Нет вот этого густого насыщения и сидения близко к коже. Вот этой вот душниловки какой-то. Поэтому даже в легких ароматах, если вам что-то нравится, лучше приобретать туалетную воду. Потому что парфюмерная – это уже как вариация. Если вот надоела туалетка, я хочу парфюмерную. Но если вам нравится классическая версия, берите парфюмерную. Кстати, очень много парфюмерии имеет версию, например, обычная версия и версия интенс. И версия интенс часто звучит вообще по-другому. Там идут какие-то, знаете, дополнительные ноты, которые, в принципе, часто очень начинают звучать очень громко. И вообще создают какую-то иллюзию, вроде подложка одинаковая, совершенно другого аромата. Да, вообще, как будто бы ты вот разный парфюмом душишься. Такое бывает. Мисс Диор Блумин Букет, они как создавали, так и остались создавать свой легкий прекрасный аромат. Пока он прям слышен везде, я слышу, ну, этот мандарин с пионом, с персиками-абрикосами. Знаете, вот такое молодежное, легкое. Хотя я очень много раз слышала с девушек постарше его. Это так красиво звучит. И слышала очень много вот с европеек, женщин уже таких солидных. Прям вот он такой девчачий аромат, он с ним звучит. Потому что он очень красиво играет на теплой погоде. А моей ароматы здесь у меня такого нет. У меня здесь есть теплая Шанель. Теплая Шанель – это классический Шанель Шанс. Парфюмерная вода. Хотя я уже подумала, надо бы попробовать туалетную воду. Я думаю, что она будет отличаться. Потому что все-таки они все друг от друга отличаются. Они очень отличаются. Так же, как отличается Coco Mademoiselle, парфюмерная вода у меня есть, от Intense. И я думаю, что от туалетной воды тоже будет отличаться. Чтобы понять это, надо собрать всю линейку на самом деле. Потому что как будто бы кажется одинаково, но не одинаково. Я думаю, то же самое и с Miss Blooming Bouquet. Но он очень красивый, он роскошный аромат. У меня просто здесь нету Шанели свежей такой. Я подумала, что я хочу Диор, я хочу свежий Диор. Так, давайте вспоминать, что из Диоров у меня было. У меня был Диор Addict Fresh. И я хотела его повторить на рандеву. Он какое-то время был. Но кто-то у меня последний флакон из-под носа умыкнул. Потому что я вот положила себе в корзинку. Вечером легла спать. На утро я пыталась сделать заказ. А его уже нет. Я думаю, боже, мы разобрали. А очень хотелось Диор Addict Fresh снова купить. Видите, он такой тоже розовенький, такой же мускусный, такой же цитрусовый. Такой красивый аромат. Слушайте, вот такое ощущение, что вот этот Blooming Bouquet сейчас больше похож на Диор Addict Fresh. Вот я вдыхаю, я слышу, что это грейфрут. Ну, прям вообще роскошно. Слушайте, если он изменился, то он стал намного лучше. Мне нравится безумно. Просто красота. Красотища. Значит, Диор Шанель в России сейчас не совсем дешевый, конечно, да. Потому что у нас все-таки сложно достать, видимо, да. В таких сетевых магазинах не продается. А на рандеву продается. Поэтому спасибо им. Да, это не самое бюджетное удовольствие, но это того стоит. Как я люблю Диор и Шанель. Красота. Вот знаете, как вроде бы считаешь, надо все-таки, чтобы все было. Все было в своей коллекции. Так, и вот, так как у меня там, в Питере, скажем так, ну, сейчас у меня в Финляндии лежит моя косметичка с Шанель Тендером, Шанель Шанс Тендер, то я здесь думала, я не хочу ее сюда привозить. Это пусть будет там. А вот здесь я хочу похожий аромат. И похожий аромат от Диор Плумен Пукет. Так, но я еще не договорила. Из ароматов, что у меня было? Диор Аддикт классический. Вот этот синий куб, который вроде бы больше не выпускается. На самом деле нет, он продается здесь, в Испании, в магазинах. И на рандеву, наверное, тоже можно найти. Не знаю, не смотрела. Но как-то я вот его повременю. Ну, наверное, я его хочу. Классический Диор Аддикт. Он очень красивый. Синий такой куб, помните? Потом у меня был Диор Аддикт Фрэш. Что у меня было из Диора, девочки? Пуазонов у меня не было никогда. Вот это вообще ароматы, которые я обходила стороной. Слишком тяжелые, слишком сладкие. Но у них много очень фланкеров. И можно теперь подобрать совершенно разные, совершенно другие пуазоны. И те, которые были раньше. Потому что, конечно, я свою коллекцию собирала еще, когда большинства даже низших ароматов-то не было. Так, ну что у меня здесь такого красивого еще есть? Если похожие, не похожие. У меня из легких, наверное, только... Вот прям вот если взять легкие, это Дольче Габбана Лайт Блю. Туалетная вода. Вот сегодня им как раз душилась. Красивый, но не стойкий, не звучный. Никакой. Нет, он какой? Он на лето хороший, знаете? Потому что, если добавлять в версию НТС, нам будет слишком много мускуса. И такой тяжеловатый аромат. А если мы говорим про лето, то это вообще класс. И, девочки, я сейчас очень сильно заценила Ночи Ибицы, Карнер Барселона. Это тот аромат, который, помните, я привозила с рандеву. И, видите, в нем фаниль есть. Немножечко, да? Он немножечко потемнел. Видите, с такой стом. Он у меня здесь настоялся. Потому что здесь стоял, здесь был душновато. И, видите, ароматы, вот они отстаиваются. Когда ты берешь только свежий флакон, я его сюда привезла. Привезла без коробочки. Потому что я через границу боялась везти в коробки на тот момент. И, думаю, мало ли, скажут другой аромат, отберут еще на границе. Поэтому можно везти только для своих личных целей. Поэтому я его привезла без коробочки. В общем, я пользовалась им летом здесь, я помню. И это было что-то волшебное. Но он был такой легкий, такой невесомый. Только подушишься, и он улетел. Понимаете, вот такое было ощущение. А сейчас он настоялся. Видимо, действительно здесь душноватенько. И он очень, ну, уже меньше года вроде прошло. Но он прямо хорошо настоялся. Он стал таким стойким, таким насыщенным, таким красивым. Думаю, боже мой, какая красота. Именно вот на тепле, скажем, это летний аромат, ночи Ибице. Именно такой, знаете, вот июньского лета или июля вот этой жары, вот этой какой-то тусовки. Бог тому, он такой красивый. Он очень красивый. Такой стиль эскадовский, но с более дорогой базой. Знаете, эскады это... Вот, да, у меня, кстати, нет эскады вообще сейчас. Потому что я все время думаю, я хочу эскаду. Кошарель у меня нет. И вот все думаю, хочу эскаду, хочу эскаду. Но я не могу придумать, какую бы эскаду я хотела носить. И если альтернатива такая более красивая, более такая солидная, это ночь Ибице, Карнер Басилона. Вот в этом стиле нос красивый, более дорогой базой, подложкой. Хотя он такой лимонадный, очень ароматный. Вот сейчас вот ты его нанесешь на себя, держится целый день. Я его слышу. До этого я его не слышала через минуту. Ну, полчаса, наверное. Хотя, в принципе, иногда улавливала какой-то шлейф, но там часа 2-3, не больше. Поэтому... Так, я вот сюда на передний план... Нет, я сюда сейчас Диор поставлю на передний план, а на заднюю беру ночь Ибицы. Так, ну, наверное, сегодня все. Девочки, напишите мне, какие мне... Как мне еще пополнить свою коллекцию ароматов? Я вам сейчас перечислю, что у меня здесь стоит. У меня здесь Версачи, Джорджа Армани, Нарцисса Родригес, Валентину, Дольче Габана, теперь уже Диор, Ланком, Прада, Покарабан, Герлен, Шанель, ну, Мансерка маленькая, Живаншет, Эрисистабл, и Ночи Ибицы. Девушка недавно у нас в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ссылочка в описании, там я выкладываю все такие вот в моменте, знаете, куда-то поехала, что-то я хочу вам снять, я хочу какой-то момент показать, какая-то мысль хорошая пришла, я вам хочу о ней рассказать. Там у меня посты, всякие мини-ролики, ссылочки на все последние ролики и обсуждение моего канала. Так, есть у нас еще болталка, в которой вы можете размещать свои сами. Все, что вы купили, можете поделиться, что вы сегодня сделали, может, что вы приготовили, или пошли в ресторан, что-то отметили, можете выкладывать фотографии, или просто писать, сделали маникюр тоже, да, поделиться с нами, это очень здорово. Так, и девушка одна поделилась, ресиста была, недавно приобрела, жванши. Девочки, это очень красивый аромат, но у меня, по-моему, парфюмерная вода. Сейчас я найду, по-моему, парфюмерка, потому что она очень-очень насыщенная, да, парфюмерная. Они бывают еще в туалетной воде, и туалетка звучит значительно, знаете, какая-то такая скрящаяся. Парфюмерная вода, она прямо сладкая, сладкая. Она, знаете, такая сладкая, что даже хочется заесть. Вот правда, как будто ты варенье ешь, и хочется закусить. Ай, ну красиво, красиво. Знаете, все-таки, тоже я его, по-моему, привезла сюда летом, насколько я помню. Летом мне он немножко душил, потому что это вот такой садовый огород напоминает, знаете, как яблоки, груши, и все такое. Но пока еще сезона нет, вот этим яблоком, грушем, этим хочется дышать, хочется еще дышать сиренью. Да, девочки там писали, что майнейм заказали, я тоже, да, очень-очень скучаю по майнейм, трусарди. Кстати, у меня здесь нет трусарди. Может, что-нибудь такое сюда. Привезти. Надо подумать. В общем, мой любимый из трусарди аромат, наверное, вот номер один, это майнейм. А мои племянницы, это Донна, если помните. И Донна, кстати, вы мне хорошо сказали, что еще есть туалетная вода, наверное, мне кажется, она звучит как-то красивее, хотя, мне кажется, туалетную воду перестали производить. А вот Жваншин Resistable, ой, боже мой, парфюмерка такая густая, вот она сейчас хороша, а туалетка, она будет хороша как раз к лету, поэтому да, вот от концентрации, даже тут не концентрация масел, а именно каких-то ингредиентов, каких-то больше, каких-то меньше, одни дают такую пряность, там какую-то такую насыщенность, такую звучность, а другие дают просто красивый шлейф. И вот именно туалетку обычно добавляют, что дает красивый шлейф. Я, кстати, склоняюсь к тому, что я больше люблю туалетные воды, чем парфюмерные, если честно, если есть выбор, если есть два варианта, но это не значит, что я всегда беру именно то, что больше, к чему больше склоняюсь. Иногда бывает, я начинаю думать, а вот сейчас на это время мне бы пошла больше бы парфюмерная вода. Ну, то есть по-разному бывает. Все, девочки, красотища, так что ресиста был тоже очень хороший аромат. У меня, видите, половинка от 30-очки, буду экономить. Но нет, пока не буду. Я начинаю экономить, когда у меня совсем на домашке осталось, чтобы у меня как-то был флакончик. Все, я вас целую, желаю вам отличных покупок. Напишите мне, пожалуйста, какую последнюю парфюмерию вы приобретали, ну, какой-то парфюм, что было из ваших последних приобретений и по какой причине вы приобрели, с чем это было связано, вам подарили, или вы сами это приобрели, В общем, жду вас в комментариях, в своем телеграм-канале и на ютубе. Встретимся с вами завтра. Я вас целую, желаю вам прекрасных покупок и всего самого лучшего. Пока-пока.